Девушки отдыхают Девушки отдыхают Часы прекращают тикать И можно думать над ответом сколько угодно В прошлой игре на путь к миллиону Встал бывший студент Энди Колл из Вудстера Который получил дорогостоящее образование Чтобы стать барменом Но теперь он наконец может стать учителем Ведь это мечта его жизни И вот что было в прошлый раз У вас было 50 тысяч И осталось 50 Но теперь к ним Прибавилось еще 25 Итак, за прошлую игру Вы стали богаче на 75 тысяч Да, очень приятно, Крис Неплохо, да? Да, я много об этом думал Но так и не осознал И я хочу выиграть еще Но не хочу жадничать Если вы понимаете, о чем я Ясно В конце прошлой игры Энди удивил даже Самого себя Ответив на вопрос Стоящий 75 тысяч Он потратил все подсказки И сейчас узнаем Пойдет ли он дальше Энди, удачи Мы начинаем игру Кто хочет стать миллионером? Все Злого секундомера нет У вас 75 тысяч фунтов А девятый вопрос Стоит 150 тысяч Можно удвоить выигрыш Итак, девятый вопрос Из 12 Под вид каких существ Назвали в честь актера Джона Клиза В 2005 году Летучих мышей Лягушек Лемуров Муравьев У меня есть Думаю Может быть это Летучие мыши Но я не уверен На 100% И я обещал себе Что если не буду уверен То может и рискну Но я не люблю рисковать Тем более с такими деньгами Почему летучие мыши Почему вы так думаете Мне так кажется Джон Клиз Замечательный актер Но я не знаю Вообще-то нет, нет Я не уверен Я точно забираю деньги Вам решать Под вид Каких существ Назвали в честь Джона Клиза Летучих мышей Лягушек Лемуров Муравьев 150 тысяч фунтов Нет, я точно возьму деньги Точно? Точно Ответ окончательный Аплодисменты Вы не успели его узнать Но он классно играл В прошлый раз И забирает 75 тысяч фунтов А вот Будь вы Немного посмелей Я не был уверен Это Лемуров Ну и ладно Хорошо, что я не Хорошо, что струсил Но он забирает 75 тысяч Большое спасибо Удачи Спасибо Итак Энди ушел с улыбкой До ушей Забрав чек На 75 тысяч фунтов Представляю Как теперь изменится Его жизнь А мы встречаем Нового игрока Это Терри Ковингтон Из города Лайм Риджес Что в Дорсете Рад вас видеть Танцуете на ходу Да Присаживайтесь Так спешила в кресло Что чуть с ног Меня не сбила Терри Ковингтон Домовладелец Субережья Но не такая Как большинство У них с мужем Брайаном Небольшая гостиница Бутик В Лайм Риджесе Они 27 лет Занимались ресторанным делом А в Дорсете Уехали на пенсию Но Терри Стало скучно И теперь она делает Всю работу А Брайан Весь день Болтает с гостями Но сегодня Они пришли вместе И Брайан сидит В нашем зале Итак 12 вопросов Первые 7 на время 1 миллион фунтов И 3 подсказки Чтобы дойти До 50 тысяч И получить четвертую А на первые 2 вопроса У Терри Будет всего По 15 секунд Поэтому Думать придется Быстро Терри Удачи Мы начинаем игру Кто хочет стать миллионером Мы уже побывали На вершине 150 тысяч И снова начинаем С вопроса на 500 фунтов Слушаем Какое слово Простят сказать Фотографы Когда снимают Людей Варианты и время Репа, огурец Вспышка, сыр Это сыр Ответ окончательный Умница 500 фунтов ваши Второй вопрос Терри Последний шанс Уйти ни с чем Но этого не будет Ведь у вас 3 подсказки И второй вопрос Принесет вам Несгораемую тысячу Слушаем Что обычно меняют В паспортном столе 15 секунд Без имя Цветолос Возраст Окончательный ответ Имя Ответ верный У вас 1000 фунтов Спасибо И вам Итак У Терри И Ковингтон 1000 фунтов И все 3 подсказки Целые Ответы На следующие Вопросы Надо будет Дать за 30 секунд Не переключайтесь Как самочувствие? Вы спокойны? Я Очень спокойна На удивление А сперва Чуть меня не раздавили Простите Пожалуйста Куда же вы так неслись? Я просто радовалась Еще бы Давайте вспомним О вашем муже У вас длинная история Любви Сколько лет? Мы женаты 37 лет Вы родились Пимлико А вы шли Запорня Из Пекема Да Вы познакомились С пабе Потом сказали Я пойду С тем У кого Синий свитер Да Так и было 40 лет назад Серьезно? Да И он был Перспективным Асфальтукладчиком Здоровым был? Нет А каким? Он занимался боксом И весил всего 60 килограммов А сейчас? Сейчас он заматерел Он теперь в тяжелом весе Не то что раньше Ясно У вас тысяча фунтов Давайте выиграем еще У вас три подсказки А третий вопрос стоит 2000 И у вас будет 30 секунд на ответ Слушаем Какой художник написал автопортрет с отрезанным ухом? 30 секунд Ренуар Сезан Ван Гог Мане Ван Гог Ответ окончательный Таких художников вы в свою гостиницу Бутик не пустили бы Только на стену Однозначно Еще бы Ответ Верный Две тысячи ваши Четвертый вопрос стоит 5000 фунтов И не забывайте про три подсказки У вас снова 30 секунд на ответ Кто назван заменой Дэвиду Теннанту в главной роли сериала «Доктор кто?» Время Рассел Тови, Берн Горман, Мэтт Смит, Николас Холт Я его не смотрю, поэтому спрошу у зала Стоп часы, осталось 23 секунды Итак, зал пульты в руки Вот наш вопрос Посмотрим, как вы знаете доктора кто? Кто назван заменой Дэвиду Теннанту в главной роли сериала «Доктор кто?» Кнопка А – Рассел Тови, Берн Горман, С – Мэтт Смит, Д – Николас Холт А, Б, С или Д – голосуем Двенадцать процентов за Рассела Тови, два за Берн Гормана Шестьдесят девять, довольно большой процент за Мэтта Смита, семнадцать за Николаса Холта Время пошло, 23 секунды Я соглашусь с залом и скажу «Мэтт Смит», ответ окончательный Вы о нем слышали? Нет Ни разу Знаете, сколько у нас бывает мистеров и миссис Смит? Много У вас же гостиница-бутик Ответ верный, у вас пять тысяч У вас гостиница в Дорсите, вы ехали туда на пенсию, но стало скучно, да? Да, мы продали крупные бизнесы, уехали, чтобы пожить спокойно, но там было очень скучно У вас были пабы в Лондоне? Да И в Португалии? Да, ресторан в Португалии И в Сомерсете? Да, виноградник в Сомерсете Ну и как? Ну и как? Да Крутились, как белки А в итоге надоело? Нет, совсем не надоело, нет, нет, было весело, нам нравилось, но мы сделали столько ресторанов, что через шесть лет все стало В этом деле, если перестав получать удовольствие, надо уходить, вот мы и ушли У вас пять тысяч, а также звонок в другую, пятьдесят на пятьдесят И вы в трех шагах от пятидесяти тысяч фунтов А пятый вопрос стоим десять тысяч Вариантом какой игры является пятикарточный дро? Время Бридж, Вист, Покер, Канаста Я позвоню другу, а то не... Стоп, часы, шестнадцать секунд Что ж, посмотрим на ваших друзей Их трое Что? С человеком посередине? Он на коне? Он на воображаемом коне На воображаемом коне? Специально для нашей игры? Да Интересно, зачем? Он поехал... Он же не мальчик? Да, не мальчик, да Он поехал в Челтон, а там можно фотографироваться в форме жокея Ясно На верхнем фото какой-то Брюса, а на нижнем Уилл парень с собакой Да Собаку зовут Домино Итак, кто поможет, Брюс, Гарри, Уилл или Домино? Просим у Уилла Он, наверное, очень умный парень Что значит «наверное»? Он друг моего друга, которого мне порекомендовали Мой друг сказал Он знает гораздо больше меня Ясно Буду знать Ладно, в общем, вам решать Звоним Уиллу 30 секунд на вопрос, даете варианты, слушаем ответ А потом снова запустим секундомер Вопрос на 10 тысяч Алло Уилл? Да Крис Таррент, добрый вечер Здравствуйте Привет, мы с Терри на игре «Кто хочет стать миллионером» Вы не знакомы, но она говорит, что вы очень умный Возможно Да наверняка Надеюсь В общем, Терри застряла на вопросе на 10 тысяч Так Сейчас заговорит Терри, она задаст вопрос и даст варианты, ясно? Да Терри, удачи, 30 секунд, время пошло Привет, Уилл Привет, Терри Вариантом какой игры является пятикарточный дро? Бридж, лист, покер или канаста? Пятикарточный дро? Вариант какой игры? Бриджа, виста? Покера или канасты? Мне кажется, это покер Уверен, это покер, но... Ясно Я уверен, не на 100%, но процентов на 90% Ладно, спасибо, Уилл Хорошо, что выбрали его, да? Больше я сюда не попаду, поэтому отвечу, как он Покер Ответ окончательный Но вы же его даже не знаете Вы его в жизни не видели Да Видели только фото с собакой Ну хватит меня мучить Нет Прошу Нет Прошу Зачем выбрали незнакомого человека? Потому что он умный Да, это верно, у вас 10 тысяч Теперь вы рады? Даже устала Боже И как Брайан терпит 37 лет? У вас 10 тысяч Мы в двух шагах от 50 И сохранили одну подсказку А сейчас шестой вопрос Если вы ошибетесь Потеряете 9 тысяч Суммы резко увеличиваются У вас одна подсказка И два шага до 50 тысяч Итак, седьмой вопрос На 20 тысяч фунтов И 30 секунд Что из этого не является видом сахара? 30 секунд Фруктоза Лакримоза Глюкоза Сахароза 50 на 50 Стоп, часы Компьютер, уберите два неверных варианта Оставив в цирре один верный и один неверный Фруктоза Белакримоза Время пошло Я Я беру деньги, большое спасибо Точно? Да Ладно, стоп, часы Я просто боюсь Испугалась Испугалась И я поняла, какой ответ Но уже поздно Я знаю Ну и какой ответ? Лакримоза Да Верно, да? Обидно до слез, правда Да Да, фруктоза, сахар из фруктов, знаю Да Я злюсь Да Я знаю Бросьте, вы за пять минут заработали 10 тысяч Большое спасибо Гораздо больше, чем многие в месяц Это точно Аплодисменты, она забрала 10 тысяч Вы знали ответ Знала, спасибо 10 тысяч хунтов Уезжают в Дорсет Терри возвращается в свою гостиницу Богаче на 10 тысяч А значит, пора встречать Следующего игрока Из города Бат Сомерсет Кэролайн Амброуз Вы светитесь от счастья Сегодня все такие радостные Сейчас Кэролайн Амброуз Работает мамой двух малышек Лили и Кики Она любит стендарт комиков Но больше всего обожает Пола Уэллера За которого могла бы даже выйти замуж Если не ее гражданский муж Эндрю Который остался дома в качестве знанкодругу И, наверное, радуется, что Пола Уэллера нет в нашей студии А за Кэролайн сегодня в нашем зале Болеет ее подруга Сара Которая улыбается мне, как маньяк Итак, 12 вопросов Первые семь на время Один миллион фунтов И три подсказки Чтобы дойти до 50 тысяч И получить четвертую И по 15 секунд на первые два вопроса Кэролайн, удачи! Мы начинаем игру Кто хочет стать миллионером? Первый вопрос стоит 500 фунтов Я задам вопрос И как только появятся ответы Пойдут 15 секунд Слушаем первый вопрос Анонимное письмо Отправленное с целью навредить Называется Ядовитое что? Стрела, чаша, пиво, ручка Ручка, ответ окончательный Это верный ответ Я так, чтобы вы понервничали У вас 500 фунтов И вы еще можете уйти домой ни с чем Но этого много лет не было Ведь у вас есть подсказки А значит, вы заберете как минимум Тысячу фунтов Что из этого обычно продают В цепочке? Рулеты, блины, чипсы, сосиски Сосиски, ответ окончательный Такие хитрые вопросы У вас тысяча фунтов Вашим детям Два и три Да Они знают, что сегодня делает мама? Лили, которая три Думает, что я на взрослой версии Детской викторины Ну так и есть Да Только деньги настоящие Они игрушечные А Кики не знает, что делает мама? Нет Кики просто хотела пойти со мной Но я ее не взяла А Эндрю? Он был рад, что вы попали к нам? Да Сидит с детьми? Да И начнет ценить меня больше Посидев с детьми так долго В общем, все к лучшему Ладно, давайте играть А на какую сумму вы нацелились? На что рассчитывали? Ну, я У меня две маленькие девочки И я очень хочу Сидеть с ними дома Не упуская ни минуты общения Поэтому Мне Хватило бы Двадцать тысяч Правда? Да Чтобы сидеть дома, пока они не пойдут в школу Я экономная мать У вас тысяча фунтов И три подсказки А третий вопрос стоит две тысячи И теперь у вас тридцать секунд для ответа на вопрос Итак Вопрос номер три Кто отвечает на вопросы Чарли Шина Играющего Дэвида Фроста В одном фильме, выдвинутом на Оскар? Шарль Деголь, Фидель Кастро, Ричард Никсон, Маргарет Тэтчер Ричард Никсон, ответ окончательный Видели фильм? Нет Чудесно У вас две тысячи Фильм называется просто Фрост Миксом Итак, у вас две тысячи А четвертый вопрос стоит пять Есть три подсказки Какое из пяти чувств подвержено явлению под названием Тинитус Вкус осязания слух зрения Хочется как-нибудь глупо пошутить, но я скажу слух Ответ окончательный Думаете, правы? Да, это когда звенит в ушах, кажется А вдруг нет? Ответ верный У вас пять тысяч Итак, у Кэролайн Амброуса уже пять тысяч фунтов Она в восьми шагах от миллиона И не потратила ни одной подсказки Не переключайтесь Кэролайн, вы очень спокойны Правда? И собраны Мое сердце вот-вот лопнет Оно делает бабах-бабах? Да, именно так Но у вас есть три подсказки Все хорошо? Да, все отлично Чем вас покорил Пол Уэллер? А что в нем плохого? Ну... Он же просто бог Серьезно? Он самый прекрасный и талантливый человек в мире И я думаю, что он все-таки на мне женится Да, я слегка им одержима А следующий вопрос может быть... Про Пол Уэллера Возможно И будет стыдно не знать ответ Ладно, у вас пять тысяч, а пятый вопрос стоит десять Можно удвуять деньги и не забывайте подсказки Кто приходится к знакомой актеру Джеймсу Фоксу? Время Кира Найтли Ханна Спирит Билли Пайпер Кейт Беккенсейл Билли Пайпер Ответ окончательный Но я не уверена Поторопились? Я думаю, она замужем за симпатичным блондином по имени Лоренс Не знаю, но кажется, он сын Джеймса Фокса Кажется Ответ верный у вас десять тысяч Думала, ошиблась Она вышла за сына Джеймса Фокса Лоренса Шестой вопрос стоит двадцать тысяч Ситуация осложняется Карлайн, вы сохранили все подсказки Сейчас в двух шагах от пятидесяти тысяч Еще два вопроса на время И вы сможете выиграть изгораемую сумму И получить новую подсказку Но Вы можете потерять девять тысяч Если сейчас ошибетесь Можете взять все подсказки и забрать деньги Кто в 2009 году стал единственным игроком Третьей премьеры лиги Забившим пять мячей в одном матче Время Жермен Дефо Фернандо Торрес Даррен Бент Луис Ахам Звонок другу Надо звонить другу Окончательный ответ Что? Я не разбираюсь в футболе Ясно Ноль Звоним другу У вас три варианта на выбор Все спортсмены? Точно могу сказать, кто не знает Моя мама Которая Олиф в середине Олиф в середине точно не знает Ладно Симпатичный мужчина Эндрю Это мой муж Это он Он тоже не любит футбол Но к счастью Остался только Энди К счастью, Энди Мистер Энди Бофф Сын великой легенды футбола Фрэнка Боффа И надеюсь Так это он? Сын Фрэнка? Энди Бофф? Разве не похож? Ну Волос так же мало Звоним Энди Боффу? Да Его отец точно знал бы Но он не ваш звонок другу Итак, звоним Энди Задаем вопрос И даем варианты Вопрос на 20 тысяч Потом я запущу секундомер Алло Энди Да, алло Крис Таррент, добрый вечер Добрый, как дела? Как дела у папочки? Спасибо, очень хорошо Он хороший человек Я однажды чуть не купил его дом на Тэмпсе Неужели? Правда, я не шучу Ладно, шутки в сторону Со мной играет Кэролайн Так, так Она застряла на одном вопросе Вы должны знать ответ Надеемся, что знаете Вопрос стоит 20 тысяч Буду стараться Удачи, Кэролайн Ваши 30 секунд Пошли Энди Кто в 2009 году Стал единственным игроком Третьей премьер-лиги Забившим пять мячей В одном матче? Жермен Дефо Фердинанд Торрес Даррен Бент Или Луи Саха? Кто в 2009 году Стал единственным игроком Третьей премьер-лиги Забившим пять мячей В одном матче? Жермен Дефо Пять секунд Даррен Бент Саха Уверен, это Жермен Дефо Последний момент Я была так рада задать ему вопрос, что... Время идет Жермен Дефо Ответ окончательный И вы в последний момент Ответ верный У вас двадцать тысяч Энди Бофф Сын Фрэнка Боффа Мы вас любим О боже Господи Мне надо Он ответил на двадцать девятой секунде Господи Жермен Дефо А еще Шира И Энди Коул Забили по пять мячей Итак, у вас Пятьдесят на пятьдесят И помощь зала На вопросе Стоящем пятьдесят тысяч И двадцать тысяч В кармане Напоминаю, Карлайн Вы можете взять подсказки И все равно Забрать деньги А если ошибетесь Потеряете Девятнадцать тысяч Ясно Не делайте этого, пожалуйста И у нас седьмой вопрос На пятьдесят тысяч фунтов Как называется студия звукозаписи Открытая режиссером Гаем Ричи Время пошло Пивная бочка Бокал шампанского Кружка пунша Чашка чая Я спрошу зал Стоп, часы Зал, пульты в руки Вопрос на пятьдесят тысяч Очень серьезное голосование Итак, вопрос Как называется студия звукозаписи Открытая режиссером Гаем Ричи Кнопка А Пивная бочка Б Бокал шампанского С Кружка пунша Д Чашка чая Итак А, Б, С или Д Голосуем Двенадцать процентов Двенадцать процентов за бочку Девять за шампанское Шестьдесят девять за кружку пунша Но рискните ли вы Девятнадцатью тысячами И Десять за кружку чая Время пошло Я скажу Кружка пунша Ответ окончательный Но вы же не знаете Нет Понятия не имею И сначала подумайте Что это пивная бочка, да? Да, судя по его фильмам А вдруг так и есть? Не шутите Вы выиграли пятьдесят тысяч Пятьдесят тысяч фунтов Придется делиться с залом Или нет? Отлично, Карлайн Думаю, ваша семья будет очень рада Смотрите Вот что вы сделали Что бы ни случилось Вы уйдете, забрав эту сумму денег Дома вы будете суперзвездой Чудесно Шикарно Итак У вас Пятьдесят тысяч Это минимум С которым вы уйдете домой Но У вас осталась одна подсказка И появилась новая Если вам не понравится вопрос Его можно убрать И заменить на другой Вы уже шиплете себя Да Я хотела сесть в это кресло С вашей первой игры Я ее обожаю И вот я здесь И выиграла огромную сумму Я рад И тоже люблю эту игру У вас пятьдесят тысяч фунтов Вы в пяти шагах от миллиона А следующий вопрос стоит семьдесят пять тысяч Столько же сегодня забрал Энди Коул На восьмой вопрос можно отвечать смело Ведь пятьдесят тысяч уже не сгорят Какой популярный веб-сайт запустил Джимми Уэйлз Амазон Ютуб Майспейс Википедия Можно убрать два варианта Или заменить вопрос полностью Я не знаю Совсем ничего не приходит на ум Совсем И Я попрошу Заменить вопрос Ладно Догадки есть? Нет И пятьдесят на пятьдесят Не помогло бы А если пальцем в небо? Может Б Или С Ну Пускай Б Верный ответ Д Хорошо, что заменили Очень хорошо Верный ответ Википедия Убрать вопрос Надеюсь, этот получше Осталась одна подсказка Какого из этих персонажей играл Бастер Краб в сериале, вышедшем в 1939 году? Бак Роджерс Марвелмен Человек-паук Супермен Вопрос на семьдесят пять тысяч И можно взять подсказку Позвонить бы сейчас маме или Энди Они оба знают ответ Так Я точно возьму пятьдесят на пятьдесят И Ладно Компьютер, уберите два неверных варианта Ставив Каролайн один верный, один неверный Итак Бак Роджерс и Человек-паук Один из них стоит семьдесят пять тысяч фунтов Ладно Скажем Бак Роджерс Бак Роджерс Бак Роджерс Бак Роджерс, попробуем Ответ окончательный Окончательный Совсем не знали? Совсем Вы выиграли семьдесят пять тысяч Все становится нереальным Правда Вы же понятия не имели Да, пальцем в небо Эники-бэники Ответ оказался верным Прекрасно Бастер Краб Ну и имя Что ж Посмотрите Приятно, да? Да Хорошая сумма Она говорит Ну, подумаешь Семьдесят пять тысяч Чек ваш берите Берите Но следующий вопрос такой Что если вы смелые И не боитесь ошибки То выиграете Сто пятьдесят тысяч То есть получите еще семьдесят пять Или потеряете двадцать пять И заберете пятьдесят Момент интересный Многие решаются Но вы можете забрать Семьдесят пять тысяч А пятьдесят Несгораемые Итак, девятый вопрос Из двенадцати На сто пятьдесят тысяч Кто из этих Когда-то будущих Королевских мужей Однажды привел К победе Байдарку Команды Кембриджа Тимоти Лоренс Марк Филлипс Ангус Оглви Энтони Армстронг Джонс Ответ я не знаю Но попробую решиться на рис Если получится Исключить варианты В общем Я мало что о них знаю Кажется Тимоти Лоренс И Марк Филлипс Собственность принцессы Анны Марк спортивный А Тимоти Лоренс Вроде из военных Тоже подтянутый И мог это сделать А про остальных Я и не слыхала Ну что может рискнуть Или Не стоит Кто из этих Когда-то будущих Королевских мужей Однажды привел К победе Байдарку Команды Кембриджа Тимоти Лоренс Марк Филлипс Ангус Оглви Энтони Армстронг Джонс Один из ответов Стоит 150 тысяч Ладно Я не знаю ответ И сейчас буду рисковать 50 тысяч хватит Чтобы сидеть с дочками Поэтому я рискну И скажу ответ С Ангус Оглви Просто так Ответ окончательный Вы потеряли 25 тысяч Ничего О, Кэролайн Смотрите Я почти угадала Смелый риск Я рада Поступок безумный Но очень смелый Она забирает Этот чек На 50 тысяч фунтов Спасибо А верный ответ Энтони Армстронг Джонс А все остальные Слишком высокие Итак Кэролайн Стала богаче На 50 тысяч А к нам Через пару минут Придет новый игрок Посмотрим на него Вы смотрите Заключительную часть Обновленной игры Кто хочет стать миллионером И мы встречаем Нового игрока Из города Бриджен Что в Гламоргане Это Ричард Хьюз Как дела? Хорошо Спасибо Спасибо Ричард Хьюз 12 вопросов Первые 7 на время 1 миллион фунтов И 3 подсказки Чтобы дойти до 50 тысяч И получить четвертую Удачи Мы начинаем игру Кто хочет стать миллионером? Итак, я зачитаю первые вопросы И как только появится вариант ответа Секундомер начнет отсчитывать 15 секунд Название Название какой из этих птиц Совпадает с фамилией Известной в 19 веке Медсестры Чайка Пустельга Соловей Дрофа Соловей Ответ Окончательный Соловей Найтингейл Флоренс Найтингейл У вас 500 фунтов Итак, Ричард Это последний шанс уйти ни с чем Но у вас 3 подсказки И второй вопрос Гарантирует вам несгораемую тысячу Слушаем вопрос Как чаще всего называется инструмент для паяния? Варианты? Лудильник Кияльник Бодальник Паяльник Паяльник Ответ окончательный У вас 1000 фунтов Как настрой? Нервничаю Правда? Да У вас несгораемая тысяча Я у всех спрашиваю И у вас спрашиваю Сколько хотите выиграть? Если будет пятизначная сумма Я буду счастлив Сегодня мы раздали много денег Надеюсь, садим еще Итак, у вас 1000 фунтов А третий вопрос стоит 2000 И у вас 3 подсказки Термином Латинская Америка Обычно называют страны В которых в основном говорят На каком языке? 30 секунд пошли Голландском, испанском, итальянском, английском На испанском Окончательная Что так долго? Чтобы не ошибиться Ответ верный У вас 2000 фунтов Четвертый вопрос Стоит 5000 фунтов И у вас снова будет 30 секунд И не забывайте про ваши 3 подсказки Из чего делают марлю? 30 секунд Хлопок, лен, шерсть, шелк Давайте спросим за Да, конечно Итак, зал Вопрос на 5000 Слушаем Из чего делают марлю? Кнопка А Из хлопка Б из льна С из шерсти Д из шелка Голосуем 57% за хлопок 36% за лен 3% за шест 4% за шелк Ну что же Время пошло Я тоже выбирал из этих двух И совсем не уверен Подсказку? Можно 50 на 50? Да, стоп-часы Надо убедиться в ответе Компьютер, уберите Два неверных варианта Оставив Ричарду Один верный И один неверный 57% за хлопок 3% за шерсть Время пошло Хлопок окончательно Вы недовольны? Я сомневался А или Б Как и зрительный зал Б пропало Да И подсказка сработала Ответ верный У вас 5000 Да, все было хорошо И вдруг пришлось потратить Две подсказки Ничего, у вас 5000 А пятый вопрос Стоит 10 И у вас одна подсказка И на ответ снова 30 секунд Какую боль Врачи называют словом Одонталгия 30 секунд Ушную, головную, в желудке и зубную Зубную Окончательный ответ 10 тысяч ваши Нет На русский язык Программа озвучена Компанией Видеофильм ТВ По заказу телекомпании Стрим В 2012 году Аплодисменты